задавали вопросы, нужно ли кушать или нет, это тоже на ваше усмотрение. Если вы хотите в более глубокую практику пойти, то я бы вам рекомендовала завтра, в последний раз, покушать часа в 4 вечера. Понятно. Но с сегодняшнего дня вы уже… Привет! С сегодняшнего дня вы уже наверняка не должны пить воду, ни воду, ни жидкости. Я объясню, почему. Потому что жидкость — это самый известный проводник, который есть. Нам нужно на депривации максимально очиститься от иного сознания, насколько мы это сможем сделать за первый раз. А вода — это тот источник, который несёт всю информацию, которая находится в воде. Причём, на самом деле, ребят, неважно, какая она. Когда говорят, что дождевая вода несёт одну информацию, вода, которая родниковая, тоже несёт другую информацию, что это и та вода полезна, и та вода полезна. Я не говорю, что она вредна, но она в любом случае — это та вода, которая несёт максимум информации, и не факт, что её можно прочистить. Потому что я пробовала и очищенную воду, я всё равно вижу тени этой информации, так сказать. Она всё равно идёт информативная. Потому что мы же редко задумываемся, какую мы воду пьём, даже из тех же родников, из тех же источников. То есть человека, когда мы хороним, мы его закапываем, и вся информация, которая в нём на тот момент шла, она уходит в грунтовые воды. Она уходит в грунтовые воды, которая потом преобразуется, которую мы либо пьём, либо она преобразуется в какие-либо источники. В этих источниках эта информационная вода, она испаряется. Она испаряется, идёт наверх в небо, в облако. Оттуда она точно так же потом циркулируется и идёт обратно на нашу землю дождём, либо там ещё чем-нибудь, там смог, туман, неважно, она обратно оседает. И это постоянная циркуляция, которая идёт в постоянная энергия. Потом, в дальнейшем, если вы будете в постоянных практиках, вы сможете этим пользоваться. Но мы сейчас не об этом, не об информации, которая несёт влага, которой мы дышим. Именно почему я говорю, что мы на каком-то этапе начинаем дышать уже не лёгкими, а кожей. И когда мы начинаем дышать кожей, мы дышим информацией, которая нас окружает вообще везде. И чтобы по максимуму убрать ту информацию, которая не ваша, которая именно, так скажем, планетарная, которая не в вас, не в вашем аватаре, то я бы вам рекомендовала убрать на эти дни, ну хотя бы на дня 2-3, я не знаю, насколько у вас привязка есть к жидкостям, к воде, к чаю, то есть вот к чему-либо. Вот эту жидкость нужно убрать по максимуму, то есть ваш организм должен по максимуму выпиваться. Самое мистическое и самое мифическое — это, конечно же, сон. Сколько споров идут по поводу сна? Для чего он? Кто спит? Кто во сне видит сны? Кто просыпается? А почему в бодрствовании не всегда помним сон? Да, конечно же, мы поговорим обо сне. Мы поговорим, что такое сон, кто спит, кто видит сны, кто вкладывает нам в голову то, что нам снится. Я? Кто-то другой? Кто нами управляет? Управляет во сне или наяву? Конечно же, об этом и о многом другом мы с вами поговорим в марафоне «Депривация сна». Ну и, безусловно, у нас будут практики. Практики депривации сна и практики выхода из тела. Интересно? Тогда присоединяйся. Продолжение следует... Продолжение следует...